Я считаю, что у нас в городе всего пару застройщиков, у которых действительно качественное жилье, надежная репутация. Все-таки я уверена, что покупая жилье в каком-то новом доме, всегда отталкиваетесь от репутации застройщиков. Чем больше лет находится на рынке недвижимости и строительства, тем больше вероятность того, что и дома будут построены соответствующего качества. Чтобы у вас не было, знаете, таких вот инновационных решений, как любят они применять, инновационных технологий в строительстве. Так это страшно звучит, потому что, как правило, либо кладка выпадает, либо стены отцаревают и покрываются плесенью, либо идет трещина, понимаете, от первого этажа и до последнего. Такие варианты, такие случаи у нас в куши рядом. Поэтому при покупке недвижимости отталкиваетесь исключительно от репутации и надежности застройщиков. Получите визиленку или вам придется ее купить через очень много таких нюансов, чтобы не попасть. Иногда кажется, вот сейчас договор долевого участия регистрировался. Лет 10 назад, даже больше, чем 10 лет назад, она еще не регистрировалась у нас в юстиции. И вроде бы ты зарегистрировал договор долевого участия, думаешь, все, ты себя обезопасил. Друзья, немножко решили поговорить о качестве строительства у нас сейчас в Воронеже. Намеренно не называем, да, не делаем никому рекламу, ни хорошей, ни плохой. Но, честно говоря, не очень хорошо строят. В большинстве своем строят не очень хорошо. Ну, наверное, это не только про Воронеж, да, это... Ну, а сейчас она пич везде. Пич везде. Пич нашего времени. Если раньше строили из кирпича, то сейчас как раз инновационные технологии управляют нашим строительством. Наверное, можно это свалить на кризис, да, что застройщики пытаются немножко где-то сэкономить, выгоду какую-то, да, ищут, да. Поподстраиваются под нынешние условия. Потому что их зажали в такие ранги, да, материалы выражают. Но я считаю, да, что сейчас все больше покупателей голосуют вот именно рублем, да. Все-таки борьба какая-то должна быть за качество строительства, вот именно, да, за покупателя. Поэтому некоторые застройщики все-таки у нас поняли, да, что за покупателя надо бороться, что сейчас можно взять вот именно качество, да, и некоторые, немногие, да, но как-то больше стараются все-таки. Знаете, просто еще думаешь, вот сейчас застройка такая идет массовая застройка. А что будет с этими домами через 20-30 лет? Если брежневки и хрущевки стоят до сих пор, вы сделаете эти дома 20 лет. А вы посмотрите, сколько гектаров застроено. Соответственно, мы уже сейчас видим качество постройки, и мы можем предположить, что 30 лет максимума. Что же это будет, кладбище из домов? Кстати, по количеству возводимого жилья, вот сейчас, да, в данный момент у нас на треть сократилось количество возводимого жилья. Ну, наверное, в условиях кризиса, да, все-таки он коснулся. Вот, поэтому, ну, мое личное такое мнение, да, мое видение вот по данному вопросу, все-таки, что же будет с ценами, да, на недвижимость. Ну, если буду строить меньше, да, то, соответственно, все-таки стоимость нового жилья, наверное, все-таки немножко будет расти. И, да, это и количество возводимого жилья, это и подорожание стройматериалов, поэтому я думаю, что новостройки все-таки будут дорожать. Ну, и опять же, да, все зависит от спроса. Спрос есть на самом деле, да, в условиях вот нынешних процентных ставок по ипотеке на новостройке. Там, да, и 7, и там 7 с копейками, сейчас какие-то проценты ставки, в принципе, достаточно неплохие, поэтому спрос есть, на новостройке спрос есть. Вот, кстати, проезжаем двухэтажки вот эти все, да, строили у нас пленные немцы, в город они нам разбомбили, вот, и оставили их. Вот, восстанавливали, скажем так, да, вот они строили вот эти вот двухэтажные дома, строились они как временное жилье, но... Как видите, оно стало постоянным. Ну, да, они стоят в программе под слез, когда-то их снесут, конечно, но когда, пока неизвестно. Потому что место, в принципе, вот это достаточно неплохое, здесь можно много, да, хороших этих домов построить, но... Какой-нибудь очередной жилой комплекс из 20 домов. Коля, это практически тоже уже сердце города, недалеко от центра. Слушай, ну, на твой взгляд, кто у нас вот из опыта, да, лицо нынешнего покупателя, кто он нынешний покупатель? Конечно же, сейчас большинство покупателей ориентированы на новое жилье. Ну, во-первых, потому что у нас очень много старых жилья, почему, потому что уже идет под снос. И, конечно же, плюс семьи с маленькими детьми, они хотят жить в новых районах. Ну, во-первых, это близости, становки, это шкоды и детские садики, которые строятся в этих же жилых комплексах. Развитая инфраструктура, шаговая доступность до магазина, без бега, пять минут, купить все, что необходимо, вернуться домой. Да, но, секундочку, перебью, да, не забываем о том, что, если мы поговорим про какой-то, про какой-то комплекс, да, жилых домов, новостроек, имеется в виду, то тут надо понимать, что чем-то приходит первое время, чем-то приходится жертвовать, да, то есть, скорее всего, инфраструктура, ну, наверное, не совсем будет развита, да? Ну, если за чертой города, то, конечно, годик этого придется в любом случае подождать, пока все достроится, пока все начнет функционировать, откроются те же самые школы и детские сады. Бывает так, что люди по пять лет ждут, обещают вот-вот сдадут, например, ту же самую школу, и люди покупают намеренно возле этой школы. А ребенок уже школу закончил, и она еще не открылась. От этого тоже никто не застрахован. Поэтому, конечно же, покупатель в первую очередь ориентируется на надежных застройщиков, и он знает, что если он сказал, вот в этом году школа будет функционировать, то это ему большой плюс, и в практике уже было, да, подтверждение слов. Действительно, и школы, и детские садики открывались срок в срок. А если, например, застройщик вышел, то это, знаете, как русская рулетка, повезет, не повезет. Вообще, я считаю, надо застройщиков уже вот именно на каком-то жестком уровне, да, вот именно обязать, да, строишь какой-то комплекс, обязательно будет добр, школа, садик. Это не должно быть, да, скажем так, это не должно исходить от города, да, что город там должен какую-то там школу построить. Нет, пусть это строят застройщики. У нас уже есть такие ответственные застройщики. Ну, к сожалению, их немного. Ну, к сожалению, да, поэтому вы правы, но нужно обязательно, нужно обязательно. Потому что все желающие тоже не могут купить в одном комплексе себе квартиру. Да, строишь комплекс там, да, из пяти, там, семи домов, будь добр, да, пожалуйста, потому что в основной своей массе там преобладает как раз-таки молодое население. Здесь же у нас работает программа, да, материнского капитала. Прирост населения, в первую очередь. Сейчас мы, кстати, проезжаем по улице Шишкова, тоже новый район. Тоже, посмотрите, массовая застройка, гипермаркет, окей. Транспортная развязка здесь хранит. Не, ну, что-то планируют здесь дороги как-то расширять? Ну, конечно, планируют, да, кстати, планируют окружную здесь сделать в проекте, чтобы можно было все это обрабатывать вот так. То есть, получается, вот эта территория застройки напрямую будет заедена с районом Схи. Конечно, если эта дорога построится, я думаю, все жители вздохнутся в привлечении. Потому что, вот мы сейчас едем, что утром, что в обед, что вечером. Здесь постоянные пробки. Это поэтому и подринято решение, да, раскинуть в проекте. Не знаю, насчет пробок, конечно, тоже такой спорный момент, да, что, ну, на мой взгляд, опять же, может быть, я в чем-то не прав, конечно, но я считаю, что все-таки нужно, выбирая себе жилье, да, как-то, ну, работаете вы в центре, ну, а зачем вы покупаете квартиру, допустим, в Коминтерновском районе? Вы же сами себя, да, обретаете на это вечное состояние в пробках, да, ну, как-то, может быть, расстараться либо работу поближе к своему месту проживанию искать, да, по возможности. Я понимаю, что не у всех это получится, да, что все равно будут такие варианты, что работа вот именно там, да, а жилье здесь, но возможности все-таки, я считаю, что надо стараться все-таки либо жилье себе покупать, да, поближе к месту работы, либо все-таки стараться работать поближе к тому месту, где... Не забывайте, мы живем с вами в 21 веке, время такое, такое быстрое, все меняется, и если раньше это была норма, когда человек ходил на работу по 20-30 лет, это было актуально, покупать квартиру рядом с работой, а сейчас, ну, посмотрите, хорошо, если 5 лет продержишься на одном месте, люди прыгают из организации в организацию, поэтому вот сегодня вроде бы ты купил квартиру после своей работы, а завтра ты перешел в другое место и все равно ты не слышишь, стоишь все полки, тратишь полтора часа на дорогу, так что это вопрос, скорее, философский. Дальше, получается час, ну, какой час, получается часа два, да, ты просто из своей жизни в день туда-обратно, да, а кто-то и больше. Кто-то и больше. Ну, не зря же у нас поднимался вопрос, и просто сказали, что вот где-то метро в городе Воронеже, потому что он отчем-то поможет и раскрутит все наши дома. Такая, кстати, сегодня тряска у нас из-за того, что сильный ветер, на дороге намерзло, это будто рябь, рябь, знаете, на глади воды. Какие-то шпакочки. Здесь сейчас мы проезжаем московский квартал. Да, снимали про него уже видео, кому интересно, могут посмотреть на нашем канале. Красивые дома, первый этаж весь здан, магазины открылись, функционируют. Вот эти красивые дома, это тоже они от гостей к московскому кварталу. И сейчас мы проезжаем уже на московском проспекте. Плакали в декабре снега нет, снега нет. Получите. Заканчивается второй месяц зимы, нате вам. Получи фашист гранату. Зима, как всегда, пришла неожиданно, когда ее совсем не ждешь. Коммунальщики, как всегда, оказались не готовы. Не готовы, но техники не хватает. Людей не хватает. Доник Воронежский. Доник Воронежский. Доник Воронежский. Да, есть информация, друзья. Вот этот вот кусочек, вот заканчивается у нас московский квартал, да, и вот этот кусочек земли, такой достаточно интересный. Вот туда идет у нас до пересечения с улицы Ломоносова, до поворота на Ломоносове, где разворощен. Выкупила одна достаточно серьезная строительная компания, будет здесь тоже. Вести застройку массовую. Да. Интересный комплекс будет. Так что, скорее всего, мы скоро пересядем на самолет, вертолет, на работу, куда-то можно уже летать, а не ездить. А может быть, появится, знаете, вот у нас сейчас есть левый берег, правый или берег, а потом будет просто отдельный город, северный. Воронеж-1, Воронеж-2, да? Как вокзал. Да, я знаю. Вот у нас снегоуборочная техника. Причем, во сколько мы едем, да, это, наверное, первый раз мы встретили. Да. Причем, воронеж-2, да, первый раз мы встретили. Вот так, друзья, за непринужденной беседой мы и приехали к нашему офису, подъезжаем к нашему офису. Поговорили немножко о недвижимости. Там возникнут вопросы, звоните, спрашивайте, мы с радостью вас проконсультируем, посоветуем. Пишите в комментариях. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Все, всем пока, друзья. До свидания.